Джек Лондон Сказание о Кише Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке. Умер окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов, и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те своим. И так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья, и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу, достиг почета и занял высокое место в своем поселке. Киш, как гласит сказание, был смышленным мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже 13 солнц, так считают на севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, чтобы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости, но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми в самой бедной иглу. Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош Квана собрался совет. И тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. «Я скажу правду», — так начал он, — «мне и матери моей дается положенная доля мяса, но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей». Охотники и совсем седые и только начинавшие сидеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, все разянули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей, чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова. Но Киш продолжал твердо и сурово. «Мой отец Бог был храбрым охотником, вот почему я говорю так». Люди рассказывают, что Бог один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой древней старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля. «Вон его!» — закричали охотники. «Уберите отсюда этого мальчишку!» «Ложите его спать!» «Мало он еще разговаривать с седовласыми мужчинами!» Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. «У тебя есть жена, Углук!» — сказал он. «И ты говоришь за нее!» «А у тебя, Масук, жена и мать, и за них ты говоришь!» «У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я!» «И я сказал, Бог погиб потому, что он был храбрым охотником!» «А теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени!» «Я Киш, сын Бока!» — сказал! Он сел. Но уши его четко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами. «Разве мальчишка смеет говорить на совете?» — прошамкал старый Углук. «С каких от опор грудные младенцы стали учить нас, мужчин?» — зычным голосом спросил Масук. «Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мясо, может смеяться мне в лицо!» Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилипла к щекам. Осыпаемый бранью он вскочил с места. «Слушайте меня вы, мужчины!» — крикнул он. «Никогда больше не стану я говорить на совете. Никогда, прежде чем вы не придете ко мне и не скажете. Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил!» «Так слушайте же, мужчина, мое последнее слово!» «Бог, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте, и знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью от того, что у них нет мяса. В то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом. «Я, Киш!» – сказал все. Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево. На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков, и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой, да пророчески что-то бормотали. А женщины, с сожалению, смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально. Он скоро вернется, сочувственно говорили женщины. Пусть идет, это послужит ему хорошим уроком, говорили охотники. Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими. Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть. Мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря. Однако на следующий день рано утром киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя, и поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко. — Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу, — сказал он. — За день пути отсюда найдете много мяса на льду, медведицу и двух медвежат. Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее в восторге, как настоящий мужчина, сказав. — Идем, Айкига, надо поесть, а потом я лягу спать, ведь я очень устал. И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд. Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное. Но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож. А взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но придя на место, они увидели то, чему не хотели верить. Киш не только убил медведей, но рассек тушу на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности. Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает?» — спрашивали охотники друг у друга. «Даже собаки с собой не берет. А ведь собака — большая подмога на охоте». «Почему ты охотишься только на медведя?» — спросил его как-то Клош-Кван. И Киш сумел дать ему надлежащий ответ. Кто же не знает, что только на медведя так много мяса? Но в поселке стали поговаривать о колдовстве. «Злые духи охотятся вместе с ним», — утверждали одни. «Поэтому его охота всегда удачна». Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи? Кто знает. «А может, это не злые духи, а добрые?» — говорили другие. «Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге?» Кто знает. Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая древняя старуха получали справедливую долю. А себе лишь оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его. И начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете. Но он не приходил, и им было стыдно позвать его. «Я хочу построить себе новую иглу», — сказал Киш однажды Клош-Кванну и другим охотникам. «Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить». «Так», — сказали те с важностью, кивая головой. «Но у меня нет на это времени. Мое дело охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу. И они выстроили ему такую большую просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана». Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу. Она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке. И другие женщины посещали ее, чтобы и спросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом. Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинения в колдовстве. «Тебя обвиняют, — зловеще сказал Уг-Глук, — в сношениях со злыми духами. Вот почему твоя охота удачна!» «Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. «Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад просто потому, что тебя душит зависть?» Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатая в последу Киша, когда он снова пойдет на медведя и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту. А Бим и Боун, два молодых лучших в поселке Охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения. Так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клошквана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ. «Братья, как нам было приказано, мы шли по следу Киша, и уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь. «Больше и не бывает», — перебил Боун и повел рассказ дальше. Но медведь не хотел вступать в борьбу. Он повернул назад и стал неспеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу. А он шел в нашу сторону. А за ним без всякого страха шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. Киш шел прямо на медведя. «Да-да», — подхватил Бим, «Киш шел прямо на медведя». И медведь бросился на него. И Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик. И медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики. А медведь все глотал их. Тут поднялся крик. И все выразили сомнения. А Ук-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам. «Собственными глазами мы видели все это», — убеждал их Бим. «Да-да, собственными глазами», — подтвердил Ибоун. И так продолжалось долго. А потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду. «Да, большую беду», — перебил Бим. Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли. И всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел. «Да, и я не видел», — опять вмешался Боун. «А какой это был огромный медведь!» «Колдовство», — проронил Ук-Глук. «Не знаю», — отвечал Боун. «Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел. И тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону. А потом садился и рычал, и выл от боли, и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы за Кишем. И так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли. «Это колдовство», — воскликнул Ук-Глук. «Ясно, что это колдовство». «Все может быть». Но тут Бим опять сменил Боуна. Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу. И снова и снова пересекал свой след. И, наконец, пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем. «А потом?» — спросил Клош-Кван. «А потом Киш принялся освежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя». К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже. Но он велел сказать, что голоден и устал, и что его иглу достаточно велика и удобна, и может вместить много людей. И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой. Но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущение опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен. Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом. «Ты должен дать нам объяснение, а, Киш? Расскажи, как ты охотишься. Нет ли здесь колдовства?» Киш поднял на него глаза и улыбнулся. «Нет, о Клош-Кван. Не дело мальчика заниматься колдовством. И в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя. Вот и все. Это смекалка, а не колдовство». «И каждый сможет это сделать?» «Каждый?» Наступило долгое молчание. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть. «И ты...» «Ты расскажешь нам, о Киш?» Спросил, наконец, Клош-Кван дрожащим голосом. «Да, я расскажу тебе». Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. «Это очень просто. Смотри». Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке. Тогда он внезапно разжал руку, и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьево жира. «Вот так», — сказал он. «Надо взять маленький кусочек тюленьево жира и сделать в нем ямку. Вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус. Вот так. И хорошенько его свернув, закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз. И когда жир замерзнет, получается маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик. Жир растопится. Острый китовый ус распрямится. Медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто». И Уг-Глук воскликнул. «О-о-о-о!» А Клош Квант сказал «О-о-о-о!» И каждый сказал по-своему. И все поняли. Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что пока он жил, народ благоденствовал, и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью от того, что у них нет мяса. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, август 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok